Друзья, всем привет! С вами снова Стефи Ансье и я, Влас Лезин. В рамках нашего курса по Data Science и Quantity Refinance один из наших учеников рассказал о одной из проблем, с которой он постоянно сталкивается на работе, а в частности, как использовать такую функцию в Excel, как VLOOKUP, когда мы смотрим значение из одного источника в другом и пытаемся вытянуть оттуда значение. На более высокий уровень. И мне показалось, это действительно интересной проблемой. Отчасти она нерешаема в Excel или решаема крайне тяжело. С другой стороны, мне показалось, это хороший пример того, как можно с помощью Python небольшого кода упростить довольно-таки сложную задачу, которую придется делать либо каким-то образом мануально, либо придется строить действительно очень сложные функции, которые будут нестабильны. В которых будет много ошибок, которые будут сложно повторимы из задачи в задачу в Excel. Соответственно, в данном видео я покажу, как использовать Python для решения задач, которые иначе возникают у нас с вами в Excel. Итак, как я уже говорил, одна из самых простейших задач, которую мы можем сделать при помощи функции VLOOKUP, это совместить два документа. То есть, другими словами, у нас есть балансовый документ и у нас есть платежный документ. В одном показываются только платежи, в другом показываются общие балансы по кредитам. Данные файлы выглядят приблизительно вот так. То есть, у нас есть файл, который называется balance, на который мы сейчас с вами смотрим. И в нем есть номер кредита, индикатор финансирования, начальный баланс, текущий баланс, текущее тело долга и текущие проценты. То есть, если мы с вами возьмем и посмотрим, какой у нас платежи. То есть, видите, у нас есть различные балансы для каждого из платежей. Какие-то выплаченные, какие-то не выплаченные, где-то больше долга, где-то больше процентов. Соответственно, мы с вами имеем именно набор по балансам. И каждый из которых является номером кредита и также индикатор финансирования. Соответственно, если мы с вами посмотрим на все эти параметры, то у нас возникает понимание того, что это есть. То есть, у нас есть кредиты, у нас есть индикатор финансирования и у нас есть балансы, связанные с данным кредитным продуктом. И у нас есть второй документ, это payments, который в целом похож на предыдущий документ в том плане, что у нас есть номер кредита, у нас есть индикатор финансирования, у нас есть платеж в этом месяце, у нас есть платеж месяц назад, у нас есть платеж 2 месяца назад, у нас есть платеж 3 месяца назад, у нас есть платеж 4 месяца назад и так далее до 6 месяцев. И как вы видите, у нас в соответствии с условием задачи, у нас иногда платежи бывают полностью, то есть никто эти платежи не просрачивает, иногда бывает, что просрочили один месяц, иногда бывает, что просрочили четыре месяца и соответственно совместить. Во-первых, это два разных документа, какие совмещения из документов в документ обычно в Excel вызывают дополнительные трудности с увеличением размера документа и также возникает вопрос, как же мы будем справляться с значениями, которых у нас нет. То есть, для того, чтобы нам совместить вилукап, использовать вилукап, чтобы посмотреть те или иные значения, нам придется создавать очень много if statements, то есть, другим словом, мы можем сказать, окей, если этот пустой, то использую этот, как последний платеж, да? Если у нас с вами нету, если у вас этот пустой, этот пустой, этот пустой, этот пустой, то использую этот, то соответственно будет довольно-таки сложная формула в Excel и соответственно довольно сложно над ней работать. Еще одна проблема, которая возникает с данными, данными, с предоставленными данными, это тот факт, что у нас номер кредита в целом повторяется. То есть, если мы с вами посмотрим conditional formatting и посмотрим, где у нас есть дупликаты, duplicate values, да, то мы с вами увидим, что у нас есть определенные значения, которые повторяются. Но чем они отличаются? Давайте посмотрим вот на этот, то есть, наш индикатор финансирования, в одном случае это СР, то есть, собственные средства, а в данном случае это облигационный рынок. То есть, если мы с вами посмотрим облигационный рынок и собственные средства, то есть у нас, условно говоря, ключ, который определяет уникальную, уникальный кредит и составляется из двух моментов. То есть, у нас есть номер кредита и у нас есть облигационный рынок. И, соответственно, в обычной ситуации, как мы с вами сделали, если мы хотели бы это сделать через Excel, то нам бы пришлось бы это совмещать, то есть нам пришлось бы брать одно значение, добавлять к нему другое значение, для того, чтобы получить совмещенный ключ. То есть, для того, чтобы получить совмещенный ключ, который мы потом сможем использовать в различных, то есть нам придется сделать это в направлении баланса, чтобы получить уникальный ключ, который будет состоять из номера кредита и индикатора. И нам придется то же самое сделать с нашим Payments. То есть, нам придется добавить ту же самую строку, в которой мы с вами сможем так работать, для того, чтобы создать, опять же, уже в этом направлении уникальный ключ и только потом делать VLOOKUP. То есть, вот такие проблемы у нас с вами возникают и для Excel действительно становится крайне сложная задача. Плюс это придется делать для каждого из документов. То есть, словно говоря, если мы это делаем в этом месяце, то через месяц, то через месяц нам придется делать что-то подобное. И, соответственно, по мере того, как у нас больше подобных задач, время, которое мы тратим, возрастает практически в экспоненциальной пропорции. И, соответственно, при таких случаях я всегда считаю то, что лучше вначале потратить время на то, чтобы написать один раз скрипт и потом его с небольшими модификациями использовать из раза в раз для того, чтобы решать подобного рода проблемы. Давайте теперь после того, как мы с вами посмотрели на документы, еще раз поговорим по поводу проблемы и как мы эту проблему сможем решить. То есть, давайте представим то, что у нас еще раз получается. То есть, у нас возникают две проблемы, которые связаны с данным документом. Во-первых, у нас сложный ключ. То есть, другими словами, у нас не просто одно значение, которое мы можем легко сделать в VLOOKUP. В принципе, нам придется сделать 1, 2 и нам их нужно совместить. То есть, наш уникальный идентификатор, наш уникальный ключ будет 1 плюс 2. То же самое нам придется сделать здесь. И опять же, если мы с вами посмотрим, что у нас это один всего лишь ключ, это очень просто. 2 сложнее, но не критично. Но давайте представим, что нам придется, например, давайте представим, что это холдинговая компания, и каждый кредит выдает различный ООО. И, соответственно, у нас уникальный идентификатор уже будет иметь 3 ключа. По мере того, как эти ключи будут возрастать, то есть, например, у нас может быть 3 ключа, у нас может быть 3 значения для определения ключа, у нас может быть 4 значения. По мере того, как количество ключей возрастает, в Excel становится все более и более сложной формулой, Excel становится все более и более нестабильным, и все меньше и меньше он подходит для решения той задачи, которую нам нужно решить. Это первая проблема. И вторая проблема для того, что нам нужно с вами сделать последний платеж, то есть другими словами, нам нужно выбрать самый последний платеж, который мы видим. То есть другими словами, здесь мы с вами должны выбрать этот платеж, то есть в колонке, в этой колонке, соответственно, для этого платежа нам придется выбрать этот, для этого платежа нам придется выбрать этот. То есть другими словами, у нас есть нестабильные платежи, что по идее часто встречаются с потребительскими кредитами. И, соответственно, если мы хотим сделать эту формулу в Excel, как я и говорил У нас придется очень много if-else, которые будут определять, какое же значение действительно будет последним платежом В данном случае у нас 6 платежей, это уже будет крайне сложно, потому что нам придется делать 7 if-statements минимум А представьте, что у нас, например, будет 24 месяца И, опять же, в той же самой ситуации, как и с ключами, что у нас, чем больше будет колонок, на которые нам нужно смотреть Тем менее Excel будет подходить для решения данной задачи Поэтому давайте мы с вами поговорим о решении данной проблемы именно в Python Давайте начнем с того, что просто поговорим про алгоритм Другими словами, то, что нам нужно понять, как мы сможем данный процесс сделать, так сказать, если мы были бы человеком То есть мы поймем, как процесс конкретно работает у нас в мозгу чисто логически И потом мы уже его сможем перенести в среду разработки, мы его сможем перенести в язык Python То есть для начала давайте мы с вами определим ключ Ключ в данном случае у нас с вами будет вот эта и вот эта колонка Помните, то, что в Python, как я говорил в других видео, все начинается в любых языках программирования Все начинается с нуля Соответственно, первая колонка будет на самом деле 0, а вторая колонка будет 1 То же самое касается и здесь То есть у нас с вами будет 0 и будет 1 Мы с вами определяем, какие у нас определили ключ То есть мы с вами определили, что у нас ключ будет 0, 1 Я думаю, все это понимают, в каких колонках у нас будут ключи Что-то похожее на VLOOKUP, только тут мы можем указать несколько колонок Дальше нам нужно определить колонки с платежами Как мы это можем сделать? Мы можем, опять же, продолжаем считать Вот это наши колонки с платежами То есть вот это все наши колонки с платежами Соответственно, это будет 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Соответственно, определить колонки с платежами Они будут со второго до восьмого элемента Потом, после того, как мы с вами, так сказать, провели предварительную работу Мы уже начинаем работать конкретно с файлом Сначала мы, давайте представим, что я сначала посмотрю на первую строку В моем балансовом документе Я понимаю, что в моем первом балансовом документе У меня есть мой ключ, да? КИ И у меня будет SOB, SR То есть все, что мне нужно сделать, это посмотреть теперь вот на эту колонку И посмотреть Окей Если мой первый ключ То есть мы с вами выбрали Мы с вами выбрали колонку здесь И мы идем по всем строкам в нашем документе Я специально сделал так, чтобы у нас Первая строка совпадала с друг другом Поэтому мы с вами можем посмотреть, что Мы выбираем первую строку Теперь Идем по Всем строкам в платежном документе И находим строчку, в которой ключ совпадает Мы смотрим Окей, номер кредита совпадает? Совпадает Есть ли у нас в этой строке индикатор финансирования, схожий с нашим? Есть, то есть совпадает Это у нас с вами, да Да, то есть это у нас с вами совпадает Теперь у нас После того, как мы с вами определили строчку Да, то есть, условно говоря, из этой строки Мы должны определить первый имеющийся платеж Да, то есть в данном случае у нас с вами есть первый платеж Соответственно, мы с ним Мы его и берем То есть мы выбираем именно этот платеж То есть у нас получается 403 тысячи 058 И мы, соответственно, к последней платеж То есть у нас с вами будет последний платеж Давайте просто напишем ПП Вторая будет там 403 тысячи Да И мы так будем идти по каждый срок Находя значение То есть, соответственно, если бы у нас совпадала бы вторая строка Скажем То нам уже пришлось бы выбрать вот это значение То есть, другими словами, мы будем идти Смотреть на эту строчку Есть ли в ней значение? Ага, в этой строчке значения нет Переходим, значит, к этому значению И так будем идти, пока мы не найдем первое значение И уже первое это выбранное значение Мы бы, условно говоря, скопировали И вставили в колонку Которая идет рядом с нашим индикатором И что понятно То, что мы не просто это делаем в памяти А мы также должны записать результат Файл То есть вот это наш такой алгоритм То есть еще раз скажу Мы с вами посмотрим на строчку Мы с вами посмотрим на два ключа Мы постараемся их найти Подойти в нашем платежном документе Как только мы их находим в платежном документе Мы смотрим, какой первый платеж у нас с вами есть Среди колонок, которые мы определили как платеж Мы берем это значение Копируем мы его сюда И уже идем к следующей строке И повторяем все заново То есть вот такой у нас с вами будет алгоритм На основе того, как мы сможем Чисто как человек Алгоритмически подойти к решению данной задачи И теперь мы с вами перейдем в среду разработки Как устанавливать среду разработки Смотрите в сопроводительном видео О том, как настроить первые шаги в Python И как запустить нашу среду разработки